Глава Карачао-Черкесии Рашид Темрезов принял участие в заседании правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера Российской Федерации Марата Хуснулина, на котором обсуждались итоги работы субъектов Российской Федерации по оказанию шеевской помощи территориям новых регионов и планы восстановительных работ на 2024 год в рамках исполнения поручения президента Владимира Путина об оказании шеевской помощи. Напомню, что ранее Карачао-Черкесия и Старобельский район ЛНР заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого республика готова оказывать району всестороннюю помощь. Как подчеркнул Рашид Темрезов, в прошлом году мы завершили реконструкцию и модернизацию детского сада, МФЦ и объекта водоснабжения. Кроме этого, помогаем району с транспортом, строительными материалами, оказываем помощь социальным учреждениям, организуем отдых детей из Старобельского района на курортах Карачао-Черкесии. На 2024 год запланировано строительство многоквартирного дома и еще одного объекта водоснабжения. А еще при поддержке Карачао-Черкесии в Старобельске благоустроят центральный парк города. Наш регион помог разработать проект, который в итоге стал одним из победителей в престижном национальном конкурсе «Жилье и городская среда». При проектировании наши специалисты и те, кто занимался проектированием, они выезжали, они смотрели. Конечно, в своем дизайн-проекте они привязывались к существующей среде, к существующим традициям. И само проектирование было в тесной работе с выездом на место. Конечно, есть вопросы, которые мы можем в онлайн-режиме работать. Мы работаем и в онлайн-режиме. Что касается конкурсов уже по выбору подрядной организации, это уже будет выбирать Старобельск, будет проводить конкурсы, выбирать подрядную организацию. Но мы не исключаем, если от наших строителей кто-то примет участие в конкурсе, выиграет тендер и примет участие, мы не исключаем такую возможность тоже. Конечно, сегодня проблематично им было бы сделать за свой счет какие-то благоустройства, какие-то работы вот такие. Там сегодня обязательные работы по восстановлению идут. И этот парк, конечно, это красота для людей, это место досуга, это уже возврат к мирной, хорошей, приятной жизни.